Не только словом, но и делом самарские журналисты станут активными участниками весенней уборки города. Руководители ведущих СМИ и глава Самары Олег Фурсов подписали соглашение о совместных действиях по созданию комфортной городской среды. И это событие для журналистского сообщества не просто закадровый текст. Журналисты сегодня не только с удовольствием рассказывают о том, как горожане принимают в этом участие, но и вместе с ними выходят на улицы города. Думаю, это здорово, замечательно. Соглашение о сотрудничестве подписали также представители религиозных конфессий Дома дружбы народов и Союза народов Самарской области, а также молодежного парламента. Я надеюсь, что каждый из нас на своем рабочем месте по месту проживания приложит максимальное усилие для того, чтобы идеологию чистоты, порядка, единения распространить среди своего окружения. Безусловно, мы этим месяцем не ограничимся. Каждый месяц мы будем только наращивать усилия по наведению порядка в городе. Мы полны решимости работать в этом направлении. Мы знаем, что у нас все это получится. Для жителей Самары в этом году власти приготовили необычный сюрприз. Самые чистые дворы будут благоустраивать по федеральной программе. 27 по 3 в каждом районе оборудуют системами видеонаблюдения. За активное участие в генеральной уборке города люди старшего поколения получат дисконтные карты на скидку в продуктовых магазинах. Среднего возраста билеты в театры, музеи и на выставки. А молодежь отправится на концерт звезд российской эстрады. Общественные молодежные парламенты в своих районах будут организовывать субботники. То есть привлекая таким образом наибольшее количество молодежи, жителей города, администрацию. То есть совместными усилиями, я думаю, у нас получится наилучший результат. Соглашение подписали уже больше 40 организаций. В частности, строительные компании выступили с инициативой на субботниках привести в порядок деревянные дома в историческом центре Самары. Марина Кравцова, Артем Сулайманов. События. Марина Кравцова, Артем Сулайманов.